Можно улучшить нашу общую подготовку перед уроком? Да, желательно улучшить нам подготовку до урока, чтобы мы почувствовали, насколько до подготовки мы находились в прещении тьмы, отсутствие уверенности, отсутствие ориентации в связи с другими, в мыслях, намерениях, в стремлениях, не совсем духовных по отношению к группе и Творцу, когда я думал о себе, о своем ощущении, а не то, чтобы мое ощущение исходило от того, что я слит с них, что я их поддерживаю, что я рад за них, то есть здесь выяснения, все более оторванные от моего «я», от эгоизма и все более и более соединенные с десяткой и с общей нашей целью. Так должно быть ощущение и понимание, чего я достиг и в чем я находился до подготовки. Да, скажем, за полчаса до урока, когда четверть часа мы соединяемся в наших десятках, каждый в своей десятке, а затем мы еще четверть часа находимся в общей подготовке групп, которые уже подготовили себя каждая между собой, когда каждая десятка после четверти часа подготовки более-менее чувствует себя как единый организм, как один человек с одним сердцем. И тогда все эти группы, когда каждая из них уже как одно целое, объединяются между собой вместе. И тогда мы приходим к началу урока буквально как единая группа, единая десятка, все-все вместе. Это иногда происходит, иногда нет, но усилия в этом направлении мы должны прикладывать. Часто не так начинаем урок, не только, а выяснение продолжается весь урок и дальше, что со мной происходит. Нет, подготовка должна быть все-таки такой. А урок может быть, как эти вещи еще больше продвинуть, изучить их, углубиться в них. Это может быть с темой урока. Но желательно, чтобы до урока мы бы уже себя поставили каждый в правильной связи со своей десяткой, когда он там буквально включается туда, и все десятки тоже более-менее связываются. и если не включаются друг с другом вместе, но все-таки чувствуют себя как единый организм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok